Сегодня у Хомили прошло очередное мероприемство в рамках акции «Зелёный дворок». И на продуглежива высадку древ у новых микрорайонах шмат поверховой жилой забудовы и в целом усюду, где потребуется додатковое зеленение. О подробностях добрачинного проекта доведались наши корреспонденты. С идеей проекта «Зелёный дворок» приклад на год тому выступил депутат Палаты представников Национального схода Республики Беларусь Олег Левшунов. Инициативу подхапили и иншие члены депутатского корпуса, а так само волонтерские отрады навучальных установ, БРСМ и Совет ветеранов Центрального района Гомеля. У вынику старт акции «Зелёный дворок» был отвешен на весной этого года. Дады мероприемство пройшло у рамках агульногородского месячника по добру парадковании. Першие партии высадженных древ стали по сотне кленов по улице Чачирской. На этот раз активисты высадживали ясени, так само, каля 50 садженцев, які по сутности стали протягом аллеи, закладенной весной. Почему вообще эта акция? Учитывая сегодняшнюю ситуацию, микрорайоны новостройки, они активно застраивались, а зеленения маловато, поэтому мы приняли такое решение. Как видите, сегодня и погода располагает, поэтому, наверное, мы не зря пришли сюда, чтобы провести вот такое мероприятие. Дарыча, халовным аргументом для выбора мест, будучи халей, служить необходность компенсационных посадок после будовництва жилых домов. При этом уличиваются и техничные нюансы, такие, як отсутность у земли коммуникации. Тому, як правило, место высадки древ узгодняют заходя с коммунальными и санитарными службами, сэрженцами забеспечивая предприемство «Червоный гвоздик». По словах организатору, акция особливо приемна, что жадание посадить древо в родном районе выказывают и местовые жахары. Я хочу сказать, что я живу в этом районе уже больше 10 лет и сама являюсь мамой двоих детей. И мы очень часто гуляем здесь, мои дети катаются на велосипеде. И, конечно, очень приятно, когда наш район чистый, красивый, облагороженный, зеленый, замечательный. Я уверена, что те деревья, которые мы посадили сегодня, будут нас радовать и в будущем. Спасибо депутатскому корпусу, детям нашей школы, волонтерскому отряду, организации «Красная гвоздика» за предоставленные саженцы. Ну и всем местным жителям, которые проявили участие, сегодня поучаствовали в этой замечательной акции.